Почему у нас люди не знают, какой результат они хотят, как вы думаете? Я не говорю, что это у всех прям, но такое часто бывает. Но они говорят, что они работают. Либо говорят как, рассказываю вам реальный разговор с финансовым и с генеральным директором крупнейшего завода. Слушай, у вас цель-то есть на 2013 год? Владислав, побежаешь, финансовый год. Я говорю, а как звучит? Прибыль, прибыль, ну что? Я говорю, а где записано, где можно посмотреть? Что я вам скажу одно правило, если у вас не записано, любая цель, ее нет, она не существует. Личная или профессиональная, если цель не записана, ее нет. Я захожу к генеральному через 5 минут, говорю, слушай, а цель есть? На этот год, Владислав, меня удивляешь. Ну, конечно, есть. Какая? Ну, оборот. В принципе, они говорят об одном и том же. В принципе. А теперь, знаете, чем занимается весь остальной персонал в компании? А люди серьезные, реально серьезные, с сознанием. Они говорят, слушай, пока эти там два между собой не договорятся, что они от нас хотят? Нас все устраивает. Потому что мы сейчас побежим в одну сторону по прибыли, а, блин, получим оттуда от оборота. А они понятия не имеют, что у них там наверху элементарнейший просто раскоординация элементарнейший. Поэтому, да, нужно им поставить цель. Я не буду повторяться, но вы, наверное, все знаете, что такое принцип SMART. Цели должны быть поставлены по SMART. Кратко очень скажу. Это сокращение ясность цели, измеримость, достижимость, релевантность, бесконфликтность и сроки. Вот, чтобы сейчас не уходить в детали, если для вас это новое, то два важнейших параметра, чтобы понять, цель у вас или не цель. Это измеримость и сроки. Проиллюстрирую таким примером. Скажите, пожалуйста, ну, кто знает про SMART, я прошу так не активно участвовать. Хочу машину, это цель? Нет, да. Эта стиль. Необходимо. А почему это не цель? Да, ну, конечно, нарисовал уже не по SMART. Да, не по SMART. А как по SMART будет? Да. Хочу, например, красный BMW, там, за 3, за 4, за сколько, неважно, миллионов купить к 15-му году. И я тогда, когда результат померяю конечный? 15-й. Конечный, да, но я еще могу задать промежуточные точки контроля. Точно так же с показателями. Мы можем контролировать либо финальный результат, но при этом мы должны четко себе отдавать отчет, что проект может пойти не туда в середине года. И ключевое лицо в виде директора по маркетингу после удачно освоенного бюджета раз и в июле уволятся. Он все правильно сделал с точки зрения бюджета, если он так был замотивирован. Но проект встанет. И когда я спросил у собственника, что ты будешь с ним делать, если такой процедурный, он говорит, ну, я ему бонус не заплачу. А цель твоя какая? Проект запустить или бонус не заплатить какому-то менеджеру не очень квалифицированному? Или там недобросовестному, да. И он говорит, да, слушай, получается, нужно промежуточные точки контроля задавать, либо доверять людям. Да. Я вам рекомендую на самом деле задавать точки. И ключевой вывод, который из кипяя будет вытекать, что вы можете показатели разработать, но они могут не использоваться для системы окладки. А для чего они будут использоваться? Первое, что вам могут дать показатели? Они могут нам отдать вообще состояние дела внутри компании. Ну, давайте характеристики вот здесь зафиксируем, покипяем. Вернемся. Значит, первое. Они нам показывают состояние дела внутри компании в цифрах. В цифрах. Они вам, то есть, дадут отчет, что когда я вижу отчеты по 20-30 страниц с лирическими описаниями, типа, а потом я села в поезд и с радостью уехала из этого города. Такие отчеты есть, к сожалению. Но очень дорого стоит время. Следующая характеристика. Они измеряются часто. То есть, нормальная единица измерения месяц, но часто их мерят промежуточные, еженедельно. Но это могут быть и часы. В 2008 году у нас был проект, когда кризис был, когда мы по часам отслеживали. То есть, запускались решения. Ну, сидел штаб в Москве, генерил идеи. И они сразу разбрасывались по филиалу. Так, идея, которая срабатывалась, то есть, ежечасно отслеживалась, она сразу же говорила, что вот это работает, и по всем остальным запускали. Значит, это не финансовый характер. То есть, это, как правило, единица измерения, кипяя, является процент выполнения. А если процент выполнения есть, значит, у нас есть еще два параметра. Какие? Планы, факт. Ну, наоборот, факт, план. Ну, план, факт, либо да, нет. Второй вариант. Да, нет. Ну, например, если мне вовремя не сдали в бухгалтере отчетность, ну, я не могу быть на 90% сдал отчетность. Ну, и так же, как нельзя быть, да, немножко беременна. Поэтому такая единица тоже бывает. Значит, еще один важный параметр по кипяям. Они требуют понимания со стороны людей, которыми им пользуются. Поэтому вам необходимо, если вы будете в систему запускать, разъяснение кратенькое в виде лекции или либо семинара небольшого провести, чтобы люди понимали. И самое главное, они требуют понимания от топов, от руководителей, от топов, от генерального директора. Что это такое и зачем это нужно. Соответственно, на каждом из уровней, которые мы прорисовывали, будет разное восприятие этих показателей. Собственнику зачем они нужны? Да, он контролирует бизнес. Для топов что это? Что такое система показателей для топов? Это инструменты. Инструменты, да, начисления, управления и так далее. А вот эти как их воспринимают? Ну, бонусы раз, либо наиболее частое, мне не такое. Слушайте, что-то там слышали, какую-то опять тема с оптимизацией зарплаты пошла, сейчас будут сокращены. Если недостаток информации при внедрении системы, святое место пустое не бывает, обязательно слух родится, и слух будет негативным. Все, пора искать работу. А как только такая мысль возникла, сразу эффективность упала. Люди будут ждать ясности. Соответственно, какая задача менеджмента в этой системе? Задача понять, чего хочет космос, который постоянно у нас включен в тему, и иногда формулирует свои идеи так, что никому больше не понятно. Это есть такая тема ключевых факторов успеха. У меня товарищ рассказывал, у него, у собственника офис был на четвертом этаже, и он пока шел утром до четвертого этажа. Он мог зайти случайно в кабинет, подойти и сказать, Ольга, какой у нас ключевой фактор успеха? Пойти дальше. Потом зайти на втором этаже, к любому человеку совершенно. Они искали ключевой фактор успеха. Нет, он искал именно. Искал ключевой фактор успеха. Но это интересная тема, ключевой фактор. Не будем даже про нее говорить. Это то, что позволяет конкурировать относительно, ну скажем так, не лоб в лоб с конкурентными преимуществами конкурентов. То есть, если вы знаете конкурентные преимущества и ключевые факторы успеха ваших конкурентов, вам нужно придумать другие. Если у вас они одинаковые, вы на одном огороде тратите ресурсы свои. И он вот и шел, и для него нормальный процесс был. Он в космосе. Люди реагировали так. Блин, вроде я вовремя пришел сегодня. Что-то меня ходит. Почему именно ко мне подошли? Я же так, надо проверить. Да, я тогда отоздал на 15 минут, все понятно. То есть, недостаток информации, он начинает транслироваться в минусе людям. Поэтому задача менеджмента какая? Перевести на язык понятный этим людям, обеспечить результат и отчитаться. Здесь тоже не будем останавливаться. Пять стандартных функций менеджера. Планирование, организация, контроль, мотивация, координация и так далее. Что я отношу к менеджменту? Я к менеджменту отношу всех людей, у кого есть хоть кто-то в подчинении. То есть, структура может быть вполне вот такая. Это все руководители. Как видели, где-то картинка, где человек яму копает, а вокруг него стоят еще 9 человек, а там подписан бухгалтер, менеджер по рекламе, управляют рабочим. Соответственно, здесь количество людей, оно кратно выше, чем наверху. И если мы это схематично отобразим, это вот так примерно будет, да? И если у вас вся вот эта группа людей мыслит, сначала вернусь в категориях «потому что», то вот здесь к концу дня, и все-таки перекинули проблему аккуратно, то вот здесь, но я уж про это не буду говорить, звено, вот здесь, как правило, в конце дня вполне реально, что полетит у вас ноутбук или малахитовая пепельница, потому что люди проблему не решают, они ее спихивают внизу вверх. То есть вам, ваша задача – научить людей, научить людей мыслить в категориях не потому что, а каким образом. Что мы можем сделать для того, чтобы мы выполнили план на 100%. А я вам скажу, что мы можем сделать. Все, конечно, это не смогут сделать, потому что 80% счастливых, с ними вообще сложно. Но если мы размышлять будем категориями результата, и здесь нам пришла задача продать 100 условных единиц чего-то. Сверху задача пришла внешне, она не наша, не моя эта задача. Мне ее Настя говорит, Владислав, иди, копай яму, он 100 метров можно глубину выкопать. Настя, 90% тоже нормально. Потому что, да, я Настю буду убеждать всячески, что 90% – это вообще, вообще сейчас по новым нормативам 90%. Вот. А нас интересует понятие совсем другое, нас интересует понятие эффективность. А эффективность моя личная будет заключаться в том, что если я вот к этому плану себе хотя бы еще один припишу и начну думать, как мне сделать не 100, а 101 хотя бы. Вот тогда мы будем создавать систему в категориях, каким образом. Но для этого людей нужно учить. Что, здесь сейчас план что-то? Еще раз. Здесь мне поставили, вы мне поставили план 100 единиц. Я сам себе поставил план 101, хотя бы 101. Влад, вот тогда. Он задаст. Я такой. Пожалуйста. Весь ваш. Которые поставят сами себе 101. Я вам… Нет, людей нужно учить, людей нужно провоцировать, нужно проверять. Он всегда будет задавать вопросы. Задавать им вопросы. Да, совершенно верно. Но в какой-то момент вы поймете, что он не в кадровом резерве, он не в вашей команде. Да, это нормально. Ну, может, там все равно есть финансовая мотивация? Есть к чему привязать? Да. Мы сейчас как раз с вами подойдем к финансовой мотивации. Нет, ну, вы сейчас о чем говорите? О том, что он счастливый человек. Он счастливый человек, если ему объяснить, зачем он не станет себе самому план 100 единиц, что он доработает больше, чем тогда он выполняет план 100 единиц. Но мы же в самом начале сказали, что надежный доход, да? Не для всех. То есть, и вот это звено наше, которое колеблется. Куда уйти? Потому что здесь все понятно. Здесь, а знаете, почему, кстати, они счастливые? Эти люди. Самый важный параметр, почему они счастливые? Потому что у них времени на всех хватает. Вот на всех. Понимаете? Они бы сейчас, сейчас сюда зашел бы такой счастливый человек, посмотрел бы на нас, сказал, вот идиоты собрались. Пятница, вечер, надо в субботе готовиться. Тут, блин, вообще жизнь. А вы тут что все делаете? Понимаете, о чем я говорю? И, понимаете, я бы почти уверен, но так обычно бывает, мы не можем заставить их. Либо они захотели идти, мы им объяснили, вдохновили и так далее. Но с помощью системы мотивации на основе КПР мы это не сделаем. Поэтому у вас должно быть правильное понимание, что система мотивации на основе показателей любых, система начисления денег, правильно назвать, это инструмент, который будет адекватно понесенному вкладу вознаграждать людей. Вы можете заложить разные принципы туда. Давайте подойдем, сейчас, чтобы с показателями закончить, соответственно, как они, откуда у нас появятся здесь. Мы с вами договорились о том, что у нас есть один из ключевых показателей результативности, которые вот здесь используются. Давайте не будем далеко ходить в лес. Возьмем прибыль. Прибыль. У нас показатель будет прибыль. Давайте абстрактную цифру придумаем, например, миллион долларов в год. На 14-й год сделаем план. Напишите каждый, какую хочет. Может быть, это сарказм был миллион. Что? У нас в этом было два. Вести живой план, да. Нормально. Как этот показатель? Ведь это то, что по простым словами собственник, который может не участвовать в регулярном менеджменте, скажет генеральному директору наемному вот этому. Он ему скажет, слушай, я хочу в следующем году, в этом у нас было 800 тысяч, в следующем хочу миллион баксов, и чтобы я тут не появлялся. Мечта всех, собственно, ну, многих. Вот. Как будет цель звучать? Появляется понятие цели, правильно? Как будет цель звучать? Ведь он ему цель поставил? Ну, он цель ему поставил, собственник поставил. Он звучит, хочу миллион долларов через год. и через год я приеду и проверю. либо он задаст там. А? Цель собственника, а не цель генерального директора. Но у генерального директора цель есть? Все, есть. Цель, которая, вы помните, мы говорили про отношения с создающим условия вот эти цели. Что будет дальше делать генеральный директор? Спускательный директор. Что спускательный директор? это, кстати, хорошая мысль, потому что у нас прибыль, она всегда из двух частей, да? С одной стороны, у нас есть центры затрат, то есть мы будем расходы снижать. У меня, кстати, на сайте, кому нужно, можете скачать бесплатно, есть простейший бюджет, потому что я очень был удивлен, когда увидел, что люди, многие до сих пор в тетради карандашом ведут бюджет. Они видят бюджет только на сегодня. На 6 часов дня у них есть понимание, сколько у них денег. Вот сегодня, 15 ноября, они знают, сколько у них денег. На завтра у них нет понимания этого. Поэтому там есть бюджет на год. И увеличивать прибыль. Ну, такие уже спорные вопросы. Может быть, прибыль можно увеличить, не увеличивая оборот. Вот так, если уходить в стратегическую сессию. То есть, что может сделать генеральный? Генеральный директор должен в данной ситуации поставить цели вообще всей компании, в принципе, которая у него находится в подчинении. Соответственно, какие-то у него будут цели, и вы совершенно верно говорите, они будут созвучны. Потому что, что ему скажут, скорее всего, дружище, если ты на миллион выйдешь, получишь отсюда цифру. И там никакие KPI не нужны. Там все просто. Но откуда рождаются KPI? Как нам превратить этот миллион целей для всех остальных людей в компании? Как сделать так, чтобы было Васе Иванову вот здесь? Понятно, что он на самом деле работает на некую глобальную цель. Сделить план достижений для каждого. Да. Но сначала у нас что будет? Давайте я проясню. Два варианта бывает. Первый вариант. Генеральный директор сел, расписал всем простую вещь, что, зная норму рентабельности по тому году, зная там рост рынка и так далее. У нас для того, чтобы миллион прибыли получить, например, при рентабельности 10% у нас какой должен быть оборот? 10. 10 миллионов. И это пошли подразделения, связанные с центром прибыли. Дальше эти 10 миллионов для директора по продажам. Что будет означать? Что он должен вниз? Мы все исходим из того, что в конце некий человек должен получить конкретный план. А что будет означать конкретный план для Васи Иванова? Он же для Васи Иванова будет означать его обычную простую жизнь. Что я сегодня должен в день сделать 10 звонков, провести 5 встреч, заключить 2 договора и еще там куда-то позвонить по сервису. То есть один простой показатель на уровне собственников для Васи Иванова будет означать, почему я вам не могу сказать какие конкретно показатели он может означать? Хотя я вам схемы привел, я сейчас скажу, что за схема. От чего зависят вот эти виды показателей этих? От миссии, скажем так, философии бизнеса, вообще стратегии его. У меня есть такие примеры, когда 2 идентичных компании конкурента прямого имеют разные показатели, потому что вот здесь сформулировано было и на уровне топов высших сформулировано видение вот такое. Оно отличается, ключевые факторы другие, и они делают акцент на обороте, например, или, например, они говорят, нам важно количество клиентов, а те говорят, у нас важна маржинальность. И все начало изменяться. Соответственно, когда люди говорят мне, что ты знаешь, вот мы там подсмотрели в какой-то компании, там нам показали списки я вот кому распечатывал, у кого есть, у кого, кому не хватило на сайте, а эти же показатели есть, чуть-чуть по-другому оформлены, но все то же самое. Просто копировать библиотеку показателей в прямом смысле нет смысла. Зачем? Вы должны понимать, вы можете посмотреть, как люди их в других компаниях идентифицировали, но насколько это применимо для вас, нужно самим смоделировать. У меня к вам есть такая маленькая задачка. Вот на семинаре в этом месте еще немножко подробнее рассказывается. Есть практическая работа, где мы моделируем полностью все, это называется дерево целей. Потому что, давайте зафиксируем, кстати, три способа выделения показателей. Они появляются у нас первое из целей. То есть, если у меня, как у генерального директора, есть цель, оборот 10 миллионов. У меня есть такой? Ключевой показатель мой. Это достижение 10 миллионов. Дальше я что? Эти 10 миллионов разрешую, исходя из сезонности. Правильно? У меня появится план по кварталам и план по месяцам. Все. Я задал промежуточные точки контроля. Скажите, прибыль в миллион долларов и оборот в 10 миллионов. Я генеральный директор в данной структуре. Мне достаточно показателей? Нет. Какого показателя не хватает? Маржинальности. И я маржинальность кому отдам контролировать? Про делегирование, кто-то говорил? Финанс. Возникает миссия финансовой службы. Контролировать ли, определять, сверять, в норме ли мы бюджетом находимся? Не в норме. То есть у меня появляется уже цель одна. Это оборот. А цель вторая. Это получается лимит маржинальности, сказали, да? Маржинальность. Показатель будет называться как? Это выполнение плана по обороту в год, в квартал, в месяц и насколько вы хотите дробить. Вот из этого миллиона, собственно, который хочет, 10 миллионов оборотов показатель будет называться выполнение плана по обороту. Какое вы значение пока ставите нормативно, это уже пожалуйста. Миллион, сто миллионов, миллиард и так далее. А второй показатель будет маржинальность. В зависимости от стратегии, кривых по году. Вот я нарисовал оборот, например, а маржинальность может идти как-нибудь по-другому. Там свои нормативы будут. На год они задаются, пересматриваются, это вопрос десятый. Еще какой может быть показатель появиться из миллиона нашего прибыли и 10 миллионов оборотов маржинальности? Расходы, да. Часто на этом верху, это лимит бюджета называется показатель. Лимит бюджета. И мы что можем сказать на основании пока что этих трех показателей по генеральному директору? Что у меня есть план продаж, детализованный по месяцам. Я как адекватный директор, я, конечно, его декомпозирую. Что такое декомпозиция? Это раскладывание сложного на простые составляющие. То есть, если у меня есть замы или я, предположим, директору, у которого сразу 10 человек подчинений, то есть, что я должен сделать, я должен этим 10 своим людям распределить 10 миллионов долларов. А скажите, как будет правильно распределить всем поровну или нет? Почему? Одна из теорий мотивации, мы ее не касаемся, про индивидуальный подход. Да, я их разделил в каком-то плане, потом я им объяснил, сказал, как это связано с маржой, но просто не нужно отдавать скидки сразу всем. И таким образом я поставил задачу вниз. Задачу по элементу бюджетов у меня появится, что бюджет расходов. Я буду по этим показателям жить, сверяясь с разными людьми. Таким образом у меня, если мы дальше проводим декомпозицию этих 10 миллионов, у нас получается, что менеджер Василий Иванов, которого мы здесь с вами создали, у него будет план его продаж от миллиона. Давайте возьмем, например, 10 миллионов разделили на 10-ых, пусть, миллион в год, 90 тысяч в месяц. Раз. Второе, у него будет, какой еще разумный показатель для Василия Иванова? Здесь возникает вопрос, сложный стратегически, чем мы занимаемся. Совершенно верно. Это может быть, ты должен сделать для этого количество визитов, договора и все остальное. Насколько мы захотим детализовать, это наше право. Но я бы Вас призывал не уходить в какие-то виртуальные миры, а идентифицировать только те показатели, которые реально понятны и имеют смысл. Нужно себе этот вопрос задать. Итак, первый способ, откуда у нас появится, кикает из целей. Спасибо. 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 Спасибо.